Добрый день, уважаемые зрители и слушатели! Рада вас приветствовать сегодня на Круглом Столе, посвященном коммуникации в косметологии. Я Анна Хасина, бессменный ведущий Круглого Стола, и с удовольствием представляю моих гостей сегодня Мария Шершакова, главный врач и руководитель клиники, кандидат медицинских наук, врач дерматовенеролог и косметолог, и Дмитрий Мельников, пластический хирург, кандидат медицинских наук, действительный член Международного общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов. Дмитрий, здравствуйте, Мария, здравствуйте, очень рада, что смогли сегодня присоединиться. Ну, для начала некоторое количество данных, чуть-чуть. Вот, например, в 2017 году, согласно исследованию ВДМЕКУМ, объем отечественного рынка инъекционной косметологии превысил 100 миллиардов рублей. То есть это действительно большой рынок, и вот таких потенциальных потребителей косметических услуг в этом же самом 2017 году было более 44 миллионов женщин, мы даже не говорим о мужчинах. Мне, к сожалению, не удалось найти более свежие данные, все-таки с 2017 года прошло сколько-то лет, да, 4 года, уже случился ковид. Что вы наблюдаете на сегодняшний день? Рынок сокращается, увеличивается, не меняется. Видите ли вы это по своим пациентам? Да, конечно, Анна, и я хочу сказать, что сравнивая, например, 2020 и 2021 год, мы видим рост довольно существенный, больше, чем 25%. 25%? Больше, чем 25% роста, это на самом деле много. И люди действительно поняли, что главная ценность – это их здоровье, физическое, ментальное здоровье, и люди хотят иметь хорошее качество жизни. Поэтому произошел такой, мне кажется, в сознании людей немножко переворот, когда люди в погоне за молодостью вдруг остановились, и поняли, что истинная ценность – это правда качество жизни. То есть такое произошла трансформация из антиэйджинг в то, что американцы называют success-эйджинг или успешное старение. И куда с этим пойти? Неужели к врачу косметологии? Конечно. И действительно стали люди обращаться не только за отдельными частями тела, например, за губами, за красивыми высокими скулами, подбородком. Но люди стали обращаться, говоря о том, что я хочу хорошее качество жизни, я хочу такую программу 360, я хочу чекап, и я хочу хорошую не только внешность, но и хорошее самочувствие. И здесь косметологи оказались просто на периферии, потому что… Вот это как раз интересно. Это было такое первичное звено, да, и многие сказали, ну как бы, если можно это сделать без хирургии, давайте будем это делать, насколько это возможно. Да. И мы стали это делать, и получили прирост вот больше, чем 25%. Так, ну давайте обратимся к Дмитрию. Видите ли вы изменения по сравнению с 17-м или с 20-м годом в сфере пластической хирургии? Вы знаете, мне кажется, такая отсечка важная, после которой все изменилось, рынок изменился, это, безусловно, ковид. И когда клиники закрывались, у всех был страх, что будет с отраслью, что будет с пластической хирургией, в том числе и с косметологией, потому что косметологические клиники закрывались точно так же. И если в Москве, может быть, было не очень актуально, в Москве у нас все нормативные акты позволяли работать, то в регионах, в Санкт-Петербурге, в частности, люди сидели без работы месяцами. Врачи имеют. Врачи безусловно. Но я могу сказать, что у нас в отрасли однозначно произошел всплеск, и операций стало больше. Сначала мы были удивлены этому парадоксу, но на разных форумах, общаясь с коллегами, стало понятно, что это довольно логичный исход того, что многие люди сели на удаленку, многие люди перестали ездить по командировкам, и у них появилось время. У них появилось время на то, чтобы что-то изменить, что они хотели давно сделать. Раз. Два. Они на удаленке, соответственно, какие-то последствия хирургических операций, которые не позволяли выйти в свет. Можно совершенно спокойно нивелировать. И тем самым, это на самом деле не только тенденция российская. Мы общаемся с коллегами в Европе, в Соединенных Штатах, в Бразилии. Все это же самое. Да. То есть у всех прямо вверх пошло. Потому что до этого, это в любом случае рынок косметологических услуг, рынок пластической хирургии, в любом случае развивается. То есть спадов не было нигде и ни в одной стране, на самом деле. Но ковид, он очень сильно изменил суть этого рынка и суть пациентов, которые к нам приезжают. Очень интересно. А вот с точки зрения структуры запроса, вот вы упомянули, что изменился посыл, да, вот та основная идея, с которой приходят пациенты. С каким ключевым запросом или набором запросов обращаются к вам пациенты? Слушайте, ну ковид принес нам такой феноменный парадокс, который называется Zoom Face, например. Люди стали общаться друг с другом в Zoom. И они стали, в принципе, на себя смотреть. Говорят, боже мой. Это кто? А, в принципе, люди стали, у них действительно появилось время, и они стали, в принципе, на себя в зеркало смотреть. То есть инстаграм не сделал этого несколько лет назад? Нет. На то, что сделал Zoom сейчас? Нет, нет, абсолютно нет. И мои пациенты говорили, да, мне некогда было, что я там побежала, утром кофе выпила, всё. Когда там в зеркало это смотреть? Сидишь, работаешь с утра до ночи, одна работа. И вдруг люди стали смотреть на себя в зеркало, и они стали смотреть в компьютер на себя. А ещё куча всякого фейка слетела, потому что негде было наращивать ресницы. И все такие, у меня же века опустилась. Так ресницы нарастили, и вроде хорошо, открытый взгляд. Или же с губами. В Европе, я помню, мои коллеги рассказывали мне, делились, что одна из самых популярных процедур во время ковида в Европе было увлечение губ. Почему? Потому что раньше девчонки всё рисовали карандашом, помадой красной. Ну и как бы можно было прийти с пухлым красным ртом, если это было нужно. А потом ты на пухлый красный рот надеваешь маску, снимаешь, и что там? А там как бы месиво, да. То есть там как в мультиках, да, получается такое, в фильмах ужасов. Вот, поэтому девчонки стали искать, и на первом месте вышло увеличение губ. Я была очень удивлена. Мне кажется, тенденция увеличения губ, в общем, не последнего года. Вообще увеличение чего-нибудь. Увеличение чего-либо. А ещё парадокс, ну не парадокс, тоже понятно. Введение ботулотоксина для уменьшения депрессорно-эпохондрических расстройств. То есть не только в эстетике, но и для непосредственного влияния на психоэмоциональную сферу. Мы про это прямо отдельно поговорим. Приберегите, пожалуйста, этот комментарий. Это очень интересное направление разговора. Дмитрий, хотела вам адресовать тот же самый вопрос. С точки зрения структуры запросов ваших пациентов. У нас в целом, моя практика, она посвящена преимущественно груди, наверное, 90%. И чуть-чуть тела. Поэтому у нас в целом, как вот были эти операции, они так и продолжаются. Может быть, стало чуть больше зарубежных пациентов. Меня вопрос другой на самом деле волнует. И поскольку у нас всё-таки тематика косметологии. И не так давно где-то мы сидели на каком-то форуме и обсуждали то, что в момент ковида, помимо вот этих запросов, о которых мы сейчас поговорили, существенно выросла теневая часть. Что вы имеете в виду? Я имею в виду всякие инъекции на дому, люди, которые корят там контрафактную продукцию и так далее. Потому что клиники закрываются. И я могу сказать, что у нас выросло, может быть, это не какие-то огромные проценты, но стало больше пациентов после последствий введения каких-то контрафактных вещей. В ягодицы, в молочные железы, в лицо, в носогубные складки. Я не говорю о устаревшем полиактиламидном геле, но о каких-то последствиях неблагоприятных. Поэтому это такой негативный фактор ковида. И если оперироваться подпольно сложнее, потому что как минимум нужно какое-то оборудование, и с точки зрения надзорных органов, мы достаточно близко дружим с Росздравнадзором по регистру имплантов, и они там делятся с нами информацией. Говорят о том, что отследить подпольную операционную проще, никто этим не занимается. То с косметологией это все гораздо хуже. То есть я так понимаю, что выявить какие-то подпольные кабинеты, где это колют, практически невозможно. Ну нет, это совсем не так. И сейчас ведется огромная работа на законодательном уровне. Это правда. Сформирована целая организация, называется НАКЭМ. Некоммерческое такое объединение клиник эстетической медицины, где врачи за честную открытую косметологию в рамках правого поля. И поверьте, и тайные есть операционные, где там в Краснодаре был нашумевший случай, когда там вот эта девочка, да. Поэтому действительно с этим ведется большая борьба. И это такая боль наша. Но в настоящий момент, конечно, все становится лучше. А во многом здесь... Ну а ковид как-то это не триггернул. Понимаете, здесь во многом... Не только ковид, здесь во многом и сами пациенты виноваты отчасти. Почему? Потому что, ну если нет спроса, нет предложения. Поэтому вот это отношение, в принципе, к нашей профессии как сфере услуг, вытащи хирург, понимаете, вы там к Богу приближены, а мы-то приближены к прачке. Вот, поэтому вот этот светлый образ врача на самом деле отчасти пациентами воспринимается действительно как сфера услуг. Поэтому нету ценности, нету понимания безопасности, нет понимания того, к чему это может привести. И опять, это вот про эстетику, про украшательство. Это не про качество жизни. Как только мы из сферы украшательства переводим в сферу здоровья, и реально профилактической медицины, как это должно быть во всем мире, когда авторитет врача возрастает. Пока мы торгуем шприцами, единицами ботулотоксина, понимаете, когда ценность процедуры заключается в стоимости шприца, ну здесь больше не о чем говорить. Но при этом растет количество инъекций ботулотоксина. Конечно, растет и будет расти. И количество нехирургических методик растет, потому что мир развивается по пути поиска направлений с минимальной реабилитацией. Для людей время – это главная ценность. Конечно. Ну вот если говорить про тенденции, вы уже начинали этот разговор. В Коммерсанте в марте 2020 года, вот прям непосредственно перед ковидом, была опубликована статья, где описаны тренды запросов пациентов врача-косметолога. Это естественная красота, натуральная внешность и бодипозитив. Вы упоминали здоровье среди этих трендов. Как это бьется, на ваш взгляд? Все-таки что является основной тенденцией, основным трендом запросов от пациентов к вам? Естественная красота, конечно же, сейчас во всем мире. Это то, о чем люди говорят уже, по крайней мере, в Москве. И вообще очень интересно, знаете, вот эта естественная красота в пределах Садового кольца и естественная красота в пределах МКАДа, это как бы, знаете, цинично не звучало, это несколько иная естественная красота. Ну так и есть. Мы сейчас сегрегируем аудиторию и получим волну людей, которые скажут, за Москвой тоже жизнь есть. А если мы говорим про естественную красоту уже Балашиха, Ивановская область, Иркутск, Дальний Восток, от Калининграда до Владивостока, это еще больше, понимаете? Мария, мы боимся вашей неполиткорректности. Да, слушайте, пожалуйста, продолжайте. Можно, можно? Мне хочется чуть-чуть добавить, потому что все мы такие правильно прилизанные. Поэтому естественная красота, конечно же, является нормой современного общества, мне кажется, современного, цивилизованного общества. Но с другой стороны, понимаете, как люди себя видят? Очень я хочу посмотреть на эту проблему, даже чуть глубже, с вопросом дисморфобических расстройств. Сейчас в период, в том числе и ковида, у нас увеличилось количество пациентов с дисморфобическими расстройствами. Все-таки у нас медицинский канал, поэтому давайте возвращаться к реалии медицины. И когда приходит эта девочка или женщина с дисморфобией, то фактически я не могу, понимаете, у меня нет психиатрического образования, я не могу отказать. Она хочет вот эти губы. Да, мы говорим там про тенденцию, но она себя так видит. Она хочет какие-то экзальтированные черты лица. И сейчас очень много вот таких пограничных состояний. Больше, чем раньше вы их наблюдаете? Гораздо. Если раньше статистика давала нам порядка 10%, и сейчас эта тенденция увеличивается как раз у ребят молодого поколения. Поэтому у нас прям много таких пациентов, которые приходят действительно, и ты думаешь... А вы их берете или вы им отказываете? Вот понимаете, а что делать? Берете или отказываете? Мы не имеем права отказать. У нас был случай, когда к нам пришла, я вам рассказываю, у нас был случай, когда пришла пациентка. Как мы им отказываем? Только найдя медицинские противопоказания. То есть я могу ее отправить на УЗИ, КТ, МРТ, и просто надоест переносить мне эти бесконечные анализы, она отвалится. По-другому, у нас была пациентка, которой мы отказали, сказали, мы не можем сделать из вас урода. Она пришла, написала жалобу в Роспотребнадзор. И мы не имеем права отказать этому пациенту. Вы имеете право отказать в исполнении, выполнении медицинской услуги, если медицинская услуга не является лечением заболевания. Если у человека нет диагноза, или она кодируется по МКБ-10, как состояние неудовлетворенности собственной внешностью, вы совершенно спокойно можете человеку объяснить, то, что вы данную услугу просто не будете оказывать. Это не является нарушением законодательства. В косметологии у нас нет таких оснований. У нас, правда, нет юридических... У нас в пластической хирургии есть, то есть ко мне может прийти пациент, я могу сказать, что, вы знаете, я как врач вижу, что мы сможем не достигнуть того результата, за которым вы обращаетесь. Поэтому я вам просто рекомендую обратить другую клиенту. Были ли у вас ситуации реальные, вот не знаю, за последний месяц, предположим, когда вы отказывали пациенту? Да, слушайте, я вообще считаю, на самом деле, вот этот вопрос очень такой интересный. К вам приходит пациентка с дисморфомонией или дисморфофобией. Неважно, с любым из вариантов. Вы, во-первых, понимаете, что эта пациентка, у нее есть определенные нюансы. Их на самом деле не очень много. Вопрос первый. Почему не можете эту пациентку проконсультировать? Психиатром? Это раз. Или с психологом, который, вы можете, окей, не сажать его в клинике, но куда-то на отсорс отправить. И это можно сделать очень мягко и аккуратно. Поверьте, это не делается в духе там, о, да, слушай, у тебя такой запрос, сходи-ка ты к психиатру. Нет, это буквально я могу сказать, как это можно сделать. Можно сказать о том, что, вы знаете, мы подозреваем, что проведение процедуры или хирургической манипуляции не приведет к качественному улучшению восприятия вас. И для того, чтобы подстраховаться, нужно понять, есть ли для этого какая-то другая предпосылка. Может быть, попытаться решить этот вопрос по-другому. И многие пациенты говорят, доктор, я готова. Это первый момент. Второй момент. Если вы берете пациента, у которого не приведи Господь, есть такое расстройство, он никогда не будет доволен. Конечно. Соответственно, отвечая на ваш вопрос, если ко мне приходит пациентка, я начинаю понимать, что она акцентируется на каких-то деталях, что для нее эти детали ведущие, что это детали, которые являются основополагающими. И моя операция, вероятнее всего, эти детали не изменит. Как я часто говорю, когда пациентка приходит на увеличение груди, моя задача сделать грудь красивой. Но, предположим, пациентка настаивает. Сейчас, секунду, красивые. Не одинаковые, не симметричные, не идеальные. Красивые. Лучше, чем то, что есть. Это очень важное допущение. Пациентки были, которые настаивают. Этим пациенткам аккуратно я просто отказываю. А у вас есть критерии вашей красивости? Что есть красиво, а что нет? Это очень сложный вопрос. И вы же прекрасно понимаете, что оценить красоту по какой-то шкале невозможно. Вопрос в чем? Что такое красиво? Здесь начинается детальное обсуждение, чего пациентка хочет достигнуть, чего достигнуть можно, а чего достигнуть нельзя. Банально я в своей практике, если мы говорим о увеличении груди или операции на молочном железе, прошу принести определенные референсы, чтобы мне человек объяснил. Если приходит пациентка, которая откормила десятерых детей, условно, или пятерых, с дряблой кожей, грудью, которая низкая, показывает пациентку, которой выполнена простая агументация, первое, что я говорю, у вас так не будет. Просто нет. Если вам это нравится, то, что я сказал, идите, мы будем работать дальше. Если это вам не нравится, возможно, просто не ваш доктор. Хорошо. Вы описываете ситуацию, когда технически невозможно достичь того результата, на который рассчитывает пациентка. Давайте представим ситуацию, когда приходит пациентка, просит седьмой размер груди, говорит, доктор, по моим представлениям эстетическим, это невероятно красиво, мой партнер очень позитивно относится к этой идее, есть ли какие-то основания, почему вы могли бы не брать такую пациентку, отказать, попытаться ее... Ну, я, собственно, про это и говорю, то есть я могу сказать, что в моих руках данный результат не достижим. Но ведь он технически достижим. Для меня нет. Я всегда могу сказать, слушайте, ну у меня просто квалификации не хватает, например. Пожалуйста, найдите доктора, которого хватает. Как часто возникают подобного рода сюжеты, когда вы отказываетесь, ссылаясь на дефицит квалификации, например? Не часто, потому что мы там делаем определенные операции, и люди просто в это не поверят. Но как вариант, то есть здесь вопрос в чем? Как красиво отказать? Не в том, вы имеете право полное сказать, я не хочу вас оперировать. Еще раз, это не болезнь, это не состояние, в котором вы обязаны выполнить медицинскую манипуляцию. Человек приходит в медицинскую клинику, частную, оформляет договор на выполнение услуги, оплачивает эту услугу. Это не направление из поликлиники, где вы должны выполнить колоноскопию, потому что у человека подозрение на полип прямой кишки. Это разница. Если вы в случае с поликлиникой не сделаете манипуляцию, на вас действительно можно пожаловать на кого-то, Росздравнадзор и получить проблему и проверку. В нашей ситуации совершенно спокойно можете просто сказать, я не хочу формально. Да, вы получите негативного пациента, но вы не сделаете операцию. А у нас есть золотое правило. Лучшая операция, та, которую ты не сделал. Мне ужасно интересно, было ли действительно в вашей практике, когда вы отправляли пациента к психиатру, он туда шел и в ходе консультации психиатра выяснялось, что операция или вмешательство не требуется. Такое было? Да. Приходит пациент, говорит, меня там пять раз оперировали, я понимаю, что у меня на разном уровне соски, и мне вот мой муж там после первой операции сказал, что у тебя ужасная грудь, и развелся со мной. И вот я сейчас должна их там выровнять. А при этом пациентка, например, со сколиозом, причем со сколиозом тяжелым. И понятно, что технически это сделать невозможно. И аккуратно, поговорив с человеком, ты можешь подвести идти к тому, что определенная работа с психологом, она позволит решить проблему на уровне восприятия самой себя без операции. Я свято верю в то, что если есть возможность решить вопрос без операции, его надо решать без операции, потому что я хирург. Я хочу поделиться нашим опытом. У нас в какой-то момент, давно уже в профессии, в какой-то момент я поняла, что в штате клиники он просто обязан быть психолог, а лучше психотерапевт. И мы пригласили коллегу, замечательную коллегу с огромным опытом, сильно старше даже меня, с большущим опытом. И из кабинета нужно было переходить в другой кабинет. Пациентки переходили, говорили, да-да-да, мы обязательно будем ходить к коллеге. Они действительно ходили, но вот все-таки вот это вот мы сделаем, потому что ходить надо несколько сеансов, это не быстро. Вот давайте мы сейчас вот условно что-то сделаем и будем уходить. Чем все закончилось? Техотерапевт сбежала. Она сказала, знаете, у вас такая специфическая структура приема, что мне невероятно тяжело и сил моих больше нету заниматься с вашими пациентами, Мария Александровна. Поэтому мы сейчас перенаправляем смежные клиники, но на самом деле это долгий путь и хочу поддержать коллегу, что действительно не навреди, это главный принцип нашей работы в любой специальности. Другое дело, когда пациент идет к пластическому хирургу, возможно там уровень ответственности и подхода к оперативному вмешательству, но все-таки у людей все-таки операция есть операция, как бы нам это ни казалось, космологическая процедура окажется легким лечением. Поэтому пациенты не всегда понимают, они понимают отказ в операционном лечении, но не всегда понимают отказ в косметологической процедуре, тем самым проявляя довольно выраженную агрессию. Конечно же. Вот, поэтому здесь безусловно истина где-то посередине и конечно мы должны работать. Если мы будем отказывать всем пациентам, очень много наших пациентов имеет особенности личности. Особенности личности. Они приходят с определенными запросами. А вот говоря еще о трендах, действительно я хотела бы тут вас поддержать на тему бодипозитива и поговорить с коллегой тоже об этом, что молодые пациенты сейчас пропагандируют всю эту историю «Моё тело, моё дело», бодипозитив. И это такая является еще одна пограничная такая история. Я выгляжу как хочу. И такой, знаете, пиком отчасти бодипозитива и отчасти вот этих современных тенденций еще у нас, с чем мы столкнулись, это конечно гендерная расплывчатость. Ко мне стали приходить молодые пациентки. Вот самый, наверное, запоминающийся случай, это был прямо перед новым годом, может быть, за месяц, пришла пациентка и 19 лет, она уже год в разводе, то есть она вышла замуж в 17, год прожила, в 18 развелась, в 19 она пришла ко мне, условно, чтобы я из ее феминных черств сделала более маскулинной. Она сказала, что она ощущает себя более комфортно в более мужских чертах лица, ей хотелось углов нижней челюсти, подбородок, она коротко постриглась, она пришла в кожаных брюках, в ботинках грубых и сказала, что причиной развода было то, что ее супруг, который был старше ее почти 30 лет, очень хотел делать из нее вот такую девочку, потому что она ходила в челках, носила какие-то очень феминные женские образы, она себя чувствует в таком... Вы пытаетесь понять, это транссексуал потенциальный или, возможно, транссексуал, который просто еще не осознал себя? Слушайте, это, безусловно, есть и такой процент пациентов, но очень много пациентов, которые делают это под влиянием социальных сетей, под влиянием прессы, люди хотят открыто показывать эмоции. Молодые люди, которые приходят за косметологической коррекцией, очень эмоционально проявляют, считают это своей привилегией и правом проявлять эмоции открыто. Ребята там 23 года, они приходят на косметическую коррекцию за увеличением щек, они говорят, мы не хотим быть жесткими, брутальными самцами, мы не хотим воевать, понимаете, не надо из нас готовить воинов и Иван-Царевичей, мы хотим быть такими, какими мы хотим, мы хотим пользоваться мужской косметикой. И наоборот, девушки, которые говорят, я сама, мне не нужен партнер, я все буду делать сама, мне не нужен институт брака, вот это тоже история к бодипозитиву, кстати говоря, все в ту же степь, которая, ну, в настоящий момент мы стали замечать все больше и больше среди пациентов, которые к нам обращаются, молодого возраста. Как интересно, то есть фактически вы говорите об изменении структуры социального запроса на услуги врача-косметолога. Видите ли вы разницу? Вот вы упоминали, что основная ваша практика касается операций на груди, вот скажем, это пациенты более старшего возраста, более молодого возраста, одна и та же мотивация или разная? Все это разная. И по поводу бодипозитива, до нас не доходит пациентке бодипозитивной, потому что бодипозитив предполагает принятие себя, то есть она не предполагает какое-то воздействие на свое тело и его изменения. По поводу груди и молочной железы, можно категоризировать этих пациентов, наверное, на три группы. Группа первая это молодые, юные девушки, нерожавшие, которые хотят изменить тело, и у них зачастую в моей практике основной вопрос это гармония, потому что действительно бывает, когда есть определенные параметры талии, бедер, и верх просто не соответствует и это проблема с подбором белья или платьев, тогда безусловно пластическая операция может решить этот вопрос. И это и есть цель пластической операции. Само по себе увеличение груди не является целью. Гармонизация образа. Гармонизация, конечно, вверх и снизу, грубо говоря. Вторая категория пациентов это пациентки, это самая обширная категория, это пациентки, которые рожали, кормили, в первую очередь рожали, кормление не такой явный фактор и важный, и у которых есть диссонанс между эстетикой тела и груди и самоощущением. Простыми словами, 32 года, трое детей чувствуют себя шикарно, как бы вот они там бегают, а тело просто, потому что беременность это дичайший стресс, и крайне редко кто из нее выходит без каких-то немало последствий. И там пластическая хирургия опять же, это единственный способ хоть как-то это привести к единому знаменателю. И третья группа пациентов это пациентки, которые уже имеют опыт ношения, например, имплантов, и которые приходят с следующей парадигмой. Прошло время, я наигралась, я готова от них избавиться, мне важно здоровье. Вот это прям три группы, и вот эта третья группа пациенток, она начала появляться относительно недавно. И она начала появляться относительно недавно на фоне увеличения публикации, увеличения определенных трендов на потенциальные риски имплантов, как и народных тел, это важный момент сейчас, и на как раз качество жизни. Здесь я, пожалуй, соглашусь. По поводу, я хотел бы маленькую ремарку добавить, по поводу пациенток в Москве в пределах Садового кольца, третьего и так далее, все зависит от человека. Потому что, слушайте, бывает, пациентка рядом с Кремлем живет, а за просто что-то яркое, торчащее, если мы говорим о груди, и настолько гротескное, что вот прям пальцем показывает. И совершенно обратной ситуации, пожалуйста, слушайте, пациентка образованная, пациентка с тремя высшими образованиями, которые приходят, говорят, слушайте, мне важна гармония. То есть здесь нет какого-то ярко выраженного тренда. На самом деле. Вы не видите такой взаимосвязи? Вот прям ярко выраженной? Нет. Социальные сети это очень разнородное понятие. То есть в социальных сетях разные тренды. Есть тренд Ким Кардашьян, это одна история. Есть тренд Бози Позитив, это другая история. Есть блогеры, которые пропагандируют одно. Есть блогеры, которые пропагандируют другое. То есть сейчас, наверное, вот эта разнородность, она стала больше. У меня есть ощущение, что лет 15 назад такой разнородности не было. Но вы не можете не говорить о том, что сформированы некие и в том числе поколенческие тенденции. Например. Что есть определенные веяния моды. Ну, например. Ну, например, наши с вами мамы вряд ли будут думать о гендерной расплывчатости. Для них очень важность тут семьи, брака и... Для большинства из них. Да, конечно. Почему мамы? Для меня важен институт семьи и брака. Я далеко не своя мама. Для меня это супер важно. Я воспитываю своих детей, у меня два сына. Я воспитываю их в четком гендерном понимании, что они мальчики. И у них есть определенная ответственность, которую они должны соблюдать. Это прекрасно, потому что у меня есть две девочки. Я их воспитываю тоже в четкой гендерной. Наверное, это все-таки зависит. У вас маленькие мальчики. Одному шесть, второму год. Да. А у меня побольше девочки. И вот девочка, которая побольше, она уже пришла и сказала, что право, ну, как бы, выбора сексуальности это ее такое же право, как любые гражданские права. И такая девочка придет к вам или ко мне. И что? Поэтому, знаете, тут, конечно, да, с одной стороны, врач это врач, но с другой стороны, понятно, что есть некие тенденции в обществе. И я, знаете, здесь хотела еще Анне и с вами, Дмитрий, поговорить вот о какой важной теме. Я думаю, что это будет интересно. То, о чем вы говорили, то, что люди убирают импланты, а у нас называется синдром overfilling face, синдром перейдутых листов, когда случилась такая история, когда филеры на основе гиалуроновой кислоты, особенно введенные супрапериостально, то есть в глубокие жировые пакеты, не биодеградируют, так как написано в инструкции. И вот этот постоянный инъекций и фаршировка лица различными наполнителями привела к формированию вторичных фиброзных изменений, деконтурных деформаций и так далее. То есть человек заходит и четко видит, что у этого человека есть опыт различных удачных, неудачных коррекций. И губ, и не только губ, препаратами, которые должны были биодеградировать за 9-12 месяцев, этого не случилось. И действительно, если мы будем говорить о поколенческих трендах, вот, например, там поколение ребят или людей, которым сейчас 35-45, как раз вот этот тренд на уменьшение объемов, выведение, устранение гротескности, устранение избыточных объемов губ. Мы все увлекались подбородками, скулами, заполнением дефицитарности переорбитальной области, так называемых слезных борозд. Была мода инъекции в области височной зоны или лобной зоны, когда мы тоже этим очень увлекались, получались такие подушки на лицах наших пациентов. для людей моего поколения в настоящий момент растворение филеров и введение лица в рамках концепции естественной ухоженного лица, когда женщина не стесняет своего возраста, она говорит, да, мне там 38, да, мне 40, да, мне 45, но я хорошо себя чувствую, я выгляжу ухоженной, у меня полно сил, и я несу открыто это миру, я не собираюсь делать из себя, знаете, худая корова еще не газель, да, поэтому здесь, конечно, вдруг мы поняли, что вот эти все наши игры в избыточные и модные объемы, они принесли не всегда очень неуспешные плоды, поэтому, а, например, ребята молодые, которые приходят ко мне там, 30 лет и так далее, им еще очень интересно поиграть в эти объемы, они все еще мечтают за счет больших увеличенных в мир губ сесть где-нибудь на патриках и встретить принца из Форбса, у него обязательно, понимаете, сломается машина, спустит колесо, он обязательно придет на патрик и ее увидит, а она там в больших губах, вот, поэтому есть такая история. Может быть, вы здесь сталкиваетесь все-таки с, как вы заметили, с такой более распространенной историей, и она такая более прикладная для таких пациентов, просто больше, и действительно, наверное, проще пойти увеличить губы, чем прийти и сделать операцию, потому что я довольно долго разговариваю с пациентом перед операцией, и вот, говорите, молодая девушка приходит, говорит, я хочу сделать губы, я ей всегда говорю, у вас есть, знаете, как в матрице, две таблетки, две стороны, да, вы сделаете операцию, получите результат, но вы потенциально открываете ящичек, возможно, Пандоры, в котором разрывы имплант, вы готовы к этому или нет, и некоторые пациенты, какие начинают говорить, слушайте, а мы думали, что это проще, вот, да, надо подумать, и так далее, то есть, нам пишут, и косметолог, и психотерапевт, я соглашусь, я соглашусь, что хирург тоже психотерапевт, потому что нужно четко понимать, что из себя представляет каждый конкретный человек, которым вы берете, что бы то ни было делать, потому что у кого-то одна концепция, у кого-то, как вы говорите, вот гендерная история, они там пропагандируют сглаживание, гендерную диссоциацию и прочее, у кого-то другая история, то есть, каждый человек, сейчас, мне кажется, мы подходим к тому, что вся любая медицина, косметология, драматогенерология, пластическая хирургия, она вынуждена быть очень жестко персонализированной. А еще знаете что, и я думаю, что вы со мной согласитесь, пациент поменялся, благодаря ковиду, знаете как, благодаря нам, нам нечего было делать, и мы зачем-то, я привыкалась с коллегами, начали делать эти бесконечные прямые эфиры, бесконечные прямые эфиры, где мы стали образовывать пациентов, и мы залезли в такие уже дебри, чуть ли там, никакой конюли, и в какой слой, под каким углом ты должен заходить, какими нитями шить, как отслаивать, и так далее. И у меня просто после вот этого периода локдауна пришел настолько образованный пациент, который сделал рейтинги, значит, лучших прямых эфиров, ведущих косметологов и пластических хирургов, ничего не понимая, но нахватавшись терминов, начал жонглировать. А вот вы заходите Таракаром 21G или 23? Боже, что бы ты в этом понимала? И на самом деле мы очень в этом плане развратили людей, потому что люди считают себя экспертами, они нас как бы перепроверяют все время, я все время как будто сдаю экзамен пациенту, что я не хочу его обмануть, и отзывы. А она такой прекрасный врач, меня там не развели, боже мой, не мне оказали качественную медицинскую помощь, не мне улучшили качественную жизнь, а меня не развели. И поэтому вот эта информированность, это огромное информационное поле, которое доктора в общем целом сами создали на самом деле, оно привело, ну, может быть, у вас в меньшей степени, а у нас, а вы берете вот это или вот это, а почему вот это? И не в рамках я хочу знать, а в рамках хочу тебя проверить. Вы знаете, я скажу, что вот на самом деле, я понимаю, о чем вы говорите, я тоже иногда экзаминирую, вот буквально сегодня мы девочку разрисовывали, меня там замучили вопросами, но образование пациентов это здорово. Но не в рамках деталей, конюля, даже в рамках деталей. Я сейчас объясню, почему. Потому что мы это увидели очень ярко на фоне реконструкции. Вот когда мы начали заниматься реконструкцией, это было там 14 лет назад, и пересаживать лоск, ты свободный и так далее. Это была редкость. И об этом пациенты просто не знали. И более того, многие из коллег не знали. Когда приезжаешь на форум и начинаешь разговаривать с людьми, которые не понимают, о чем идет речь, это не очень интересно. И зачастую человека, который где-то что-то нахватался, поговорить с ним и структурировать локально в рамках консультации его знания для того, чтобы ту информацию, которая у него есть, пустить в правильное русло, важное для тебя, это хорошо. Мы занимаемся образованием пациентов очень давно, еще до локдауна, с прямыми эфирами, с выкладыванием осложнений в социальные сети, где ты говоришь о том, что ребята, бывает классно, вот так красиво, а бывает не классно. И это тоже, вы должны это знать. Понимаете? Думаете, пациенту нужно смотреть ход операции, когда ваши коллеги выкладывают ход операции? Вы должны объяснять какие-то вещи, потому что, а вот это, кстати, очень важный тренд, это тренд, который, в принципе, во всем мире существует. Информация стала больше, информация стала доступной. Вы можете ничего не объяснять, ничего не выкладывать, но до пациентов эта информация дойдет все равно. Поэтому, с моей точки зрения, проще разложить по полочкам и сказать, вот смотрите, вот это вот так-то, вот это вот так-то, а вот это вот так-то. И все. И вам будет проще разговаривать с пациентом, потому что, как это ни парадоксально, и это невозможно в традиционной медицине, где врач, бог, а пациент, это человек, который пришел за помощью к богу, и не важно, что врач будет делать, объяснить пациента и научить ему чему-то, это, ну там, обязанность современного доктора, с моей точки зрения. С другой стороны, знаете, тут тоже очень такая скользкая тема, потому что вот нас как раз поддерживают инфо-цыганство. Вы не представляете, какое количество врачей стало учить и лечить в рамках соцсети инстаграмм. Это действительно врачи? Я не знаю, кто это. Нет, слушайте, это не врачи, это какие-то люди, которые что-то там прочитали. И это просто инфо-цыгане, понимаете, они назначают препараты железа, токсические дозы витамина D, рассказывают, как вам колоть губы 101 способ, понимаете, в домашних условиях. И мы все такие эксперты просвещаем пациента, а потом этот пациент идет в подворотню, и ума, и ума, и ума, они начинают делать какие-то вещи. Если мы не будем, делать экспертную и ответственную косметологию, пластическую хирургию в рамках какого-то цивилизованного поля, а не в рамках вот этого общего рынка. А я думаю, нас. Нас. Что вы так по нам-то прошли? Слушайте, очень радикально. Очень радикально. Тема интереснее, дискуссия. Смотрите, нам пишет Марк, спасибо большое за комментарий, люди имеют право на полное объяснение медицинской услуги, потому что врач обязан доказывать пациенту его болезнь. Но вот специфика косметологии заключается в том, что пациент, собственно, ничем не болеет. Он приходит за улучшением качества жизни, за улучшением внешности, за реализацией неких своих идей о прекрасном, о том, каким должно быть его тело и какие жизненные цели он сможет достичь с помощью этого измененного тела. Что, собственно, должен доказать пациент? Это ведь некий разговор в продолжении истории, что врач меня не разводил, потому что у врача, простите бога ради меня за цинизм, вы руководитель клиники, вы руководитель отделением, у врача есть некие представления о том, как бы он финансово хотел пообщаться с этим пациентом, с каким финансовым выхлопом. Что же он должен доказывать? Про что должна идти речь в обсуждении с пациентом? Я никогда не говорю про деньги, у меня для этого специальные люди, которые говорят, сколько это стоит, потому что я считаю, что врач в общении с пациентом, это не парадоксально, опять же, учитывая коммерческую составляющую, у нас коммерческую составляющую, и у нас, и у вас, он должен быть чист от этого. И, как бы, когда врач пытается уговорить или объяснить пациенту, что ему надо сделать операцию, это не самая хорошая история. Опять же, возвращаемся к тому, с чего я начал, что лучшая операция, которую ты не сделал. Говоря и комментируя, собственно, и отвечая на ваш вопрос, пациент должен четко понимать, это то, что я объясняю своим пациентам, пластическая хирургия, как косметология, это очень прикладная история. Пластическая хирургия может что-то увеличить, может уменьшить диаметр ореолы, можно увеличить губы или изменить форму скул, и все. Понимаете? Она не может изменить жизнь, она не может изменить, вернуть мужа, или наоборот... Неужели? Нет. Не за этим ли приходят к вам некоторые, ну, по крайней мере, некоторая часть пациентов? что не за этим. Понимаете? В этом и есть, как бы, с моей точки зрения, моя точка зрения, вы можете со мной согласиться, но нам нужно образовать конкретного человека, объяснить, что пластическая хирургия, вот то, о чем я вам говорю, это прикладная история, а дальше вы должны сами эту информацию взять, переварить и принять решение, вам нужна эта операция или нет. Вы говорите о некотором разделении ответственности между врачом и пациентом. Безусловно, и решение принимается коллегиально, вы информируете, вы, кстати, должны по закону информировать о проведении процедуры и обо всех нюансах, вы информируете человека, а человек, исходя из этой информации, возможно, свои какие-то представления, в том числе, говорит, да, вы знаете, я поняла, что мне это нужно или я поняла, что мне это не нужно. Потому что, если происходит иначе, если человек пришел и говорит, слушайте, или себе надумал, а вам не сказал, что благодаря инъекции в губы она хочет вернуть супруга, потому что он ушел к молодой, у которой губы пухлые, вы сделаете, супруг не вернется, и вы будете виноваты. Ну, мы же не контора по исполнению желаний, а с другой стороны, докторы, знаете, у меня был опыт с коллегами по имену опытом в 18-м году в Скандинавии, в Швеции. У них же там социализм, у них там все прекрасно. И у них там есть такая интересная штука, которая называется нейрофидбэк. Они провели исследование, во-первых, какие пациенты ходят к врачам больше, чем три года. И оказалось, что сделали морфинг. Ну, просто взяли доктора с его там какую-то базу структуры приема, сделали морфинг лиц. И оказалось, что больше 20% совпадения. Реальные пациенты выбирают того доктора, который ему близок. Это правда так? Визуально близок? И визуально, и эмоционально у каждого доктора свой пациент. Это правда так. С другой стороны, то, о чем вы говорите, да, напрямую инъекции того же ботулотоксина, или, я не знаю, аппаратные методики, или даже пластическая хирургия, может, и не вернут. Но, понимаете, на практике очень часто вернут. Почему? Я вам расскажу. Потому что меняется, действительно меняется. У тебя женщина приходит на высоком кортизоле, на постоянно высоком кортизоле. Она душит свой кортизол адреналином, она сидит на кофе постоянно. Она сидит в спортзале с утра до ночи, ей нужно как-то убирать этот кортизол. Она ездит в эти горы, на ретриты, с утра до ночи что-то делает. И у нее, понятно, начинают формироваться определенные гормональные изменения по осинги, паталамус, гипофиз, надпочечники и женская половая сфера. Возникает эндометриоз и прочие нарушения стороны репродуктивной сферы. Давайте туда не лазить. Все это приводит к определенной поведенческими особенностями. В том числе в коммуникации с ближним кругом. И когда ты разрываешь эту порочную связь, ты просто с высокого косметологией, когда ты с высокого кортизола косметологией переводишь ее на дофаминсеротониновый ответ, что собственно и делают шведы, научи, ну это мы делали после инъекции чего-то. Она перестает пить кофе, перестает ходить в зал. Приходите к нам, вы тоже перестанете. Я не пью. Пить кофе. Вы будете ходить в зал регулярно. Я уже не пью. Хожу в зал, не пью кофе. Но ничего себе никого. Да. Ну, слушайте, здесь, здесь, здесь думаете? Да. А я зайду к вам. Договорились. Осталось руки пожать и закончить на это. Спасибо, что вы нас свели. Да, я очень рада. Мне немножко жаль, что я никак не поучаствовала в ваших договоренностях. Смотрите, вот что нам пишет, к сожалению, не представился коллега. Не только информация стала доступна, но и услуги по изменению себя стали доступнее. К сожалению, не на каждом углу они качественные. Но про качество мы немножко поговорили. Я сейчас, ну вот, к сожалению, не могу конкретную статистику привести. В рамках подготовки к сегодняшнему эфиру я сталкивалась со статистикой, если ничего не путаю, 19-го года. Это около 5-ти тысяч косметологических клиник, около 10-ти тысяч салонов красоты, которые предлагают инъекционные методики. В составе есть врач-косметолог. И примерно полторы тысячи подпольных специалистов, которые принимают на дому или приходят к пациенту на дом. Мне немножко трудно комментировать, какова была методика исследования, как считали подпольных врачей. Очевидно, они не очень жаждут быть посчитанными. Но тем не менее, так вот на вскидку от 15-ти до 20-ти тысяч представителей косметологической сферы предлагают свои услуги вот этим, сколько там у нас, 44 миллиона женщин. Очевидно, что некоторые, ну, по крайней мере, некоторые части из этих специалистов вышли в Инстаграм, в ТикТок, в Фейсбук, ведут прямые эфиры, там что-то такое комментируют. Некоторое количество не специалистов, вот Емельяна Брауда вспомнили, я, к сожалению, не знаю, кто это может быть. И не надо. Ага, ну, видим, какой-то... Знать, нельзя в суе произносить, как Волан-де-Морт, Гарри Поттера смотрели, вот нельзя его именазать. Нельзя его именазать. Нет, 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 нет. Я поняла, это одиозный персонаж, очень известный в сфере косметологии. Да, да, да. Ну, и услуги по изменению себя стали доступнее. Вот это интересный комментарий. То есть, что получается для того, чтобы отсечь, не знаю, девиантных пациентов, тех, кому прямая дорога к психотерапевту или к психиатру. Нужно, чтобы услуги были дороже или наоборот, нужно, чтобы услуги были доступнее, чтобы более широкие массы имели доступ к качественной косметологической помощи. Как вы считаете? Ну, здесь, наверное, вопрос больше к косметологам, потому что мне сложно сказать. Я не вижу в этом ничего плохого, постыдного и того, что может быть как-то нами прокомментированным, негативным ключе. Безусловно, нет. Если косметологические услуги помогают человеку жить, чувствовать себя хорошо, если они помогают женщине и мужчине ощущать жизнь в полном объеме, я считаю, что это прекрасно. И статистика показывает нам о том, что информированность в 2001 году о косметологических услугах, лароангинекционной косметологии мы сейчас говорим, была 3% населения, а в настоящий момент 24,6%, около 25%, я вот смотрела по данным статистических вопросов. Это за 2022? За 2021 год. За 2021 год. Я так понимаю, вопрос-то в другом. Вопрос, если поднять цены на косметологические услуги, увеличится ли качество этих услуг? Правильно я понимаю? Вы это хотите спросить? Мне кажется, да. Станет ли прослойка пациентов более осознанная? Мне кажется, это даст больше рост вот этой теневой конструкции. Я могу сказать про пластическую хирургию, мы от этого страдаем, потому что вот я там, доцент на кафедре пластической хирургии в Сеченском университете, у нас приходит огромное количество ординаторов, они подходят ко мне и говорят, Дмитрий Владимирович, мы вас знаем, наблюдаем, научите, хочу стать хирургом. Хорошо, что вы хотите делать? Меня интересует увлечение грудей и блефаропластика. Две самые востребованные остальные. Остальное не интересует. И человек есть четкая парадигма. Два года ординатуры, он получил сертификат, он взял телефон в руки, он сделал фотографию, он сказал, что он пластический хирург и потихонечку-потихонечку понеслась. Это ничего, с моей точки зрения, это ничего общего с медициной не имеет. И для того, чтобы это искоренить, нужно очень четко менять систему образования. И слава богу, здесь реально можно сказать, совершенно не слова лести, а слова правды и истинного уважения нашему главному нештатному специалисту, который пятилетняя ординатура по пластической хирургии. Пластическая хирургия это специальность, в которой есть условно 80% эстетики, но это надстройка над качественно образованным пластическим хирургом, который имеет возможность и знает, как решать сложнейшие задачи во всех отраслях медицины. Урология, проктология, гинекология, травматология, ортопедия и так далее. Везде есть место пластическому хирургу. И слава богу, мы к этому идем. И я думаю, что через какое-то время просто само общество, обществу станет понятно, что пластический хирург не просто человек, который там веки делает или грудь делает, а человек, который может помочь в сложной ситуации. И если доктор не может помочь в сложной ситуации, к ним просто не надо идти. Вот и все. Я еще хотела про деньги поговорить, потому что это действительно важный вопрос. И особенно для молодых докторов, например, кто ко мне приходит на работу. И мы тоже прям огромное количество обучений, сотрудничаем с различными университетами. И у меня большая практика, я очень много летаю по миру. Я работала четыре года в Лос-Анджелесе, в Китае много лет, в Европе. И вот какой комментарий. Нужно увеличивать не цену, а ценность. Повышать престиж профессии. Повышать престиж профессии. Это очень важно. Поэтому увеличение цены, она не приведет к никакой значимой селекции. Никакой значимой. Мне кажется, косметология только теневая составляющая. Безусловно. Например, в косметологии действительно есть огромное количество все то же самое, что у вас. Собственно, реконструктивная хирургия, а у нас это не только же эстетика, это и работа с качеством кожи, это и дерматология. И, например, это люди после пореза лицевого нерва. Это люди приходят к нам с тяжелой асимметрией. Конечно, мы работаем с этими пациентами, это просто совершенно другая жизнь у них. И, ну, действительно, это многие, для многих людей правда важно посмотреть на свою чистую кожу первый раз за 25 лет, когда она в тяжелом конглобатном акне. Поэтому вдруг они начинают видеть свою чистую, здоровую кожу без огромного количества гноя с утра до ночи. Или розация, которая просто сводит с ума, у нее бланчинг-синдром, она не может за ужином не поднервничать, не выпить бокалы у нее эритоматозная стадия, розация. И она только бегает в туалет припудриваться, потому что это все пылает, горит, и ей просто неудобно. Или какой-нибудь гипергидроз, когда мужчина не может пожать руку на переговорах, потому что у него течет с ладони. И это начинает как триггер, как порочный круг, закручивать, 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 и кажется, ну что там такое? На самом деле это действительно очень сильно влияет на качество жизни людей. Поэтому повышать надо неценно, повышать надо ценность, повышать надо престиж профессии. Молодым докторам я всегда говорю, что главная ваша задача здесь доброделание. Если вы пришли деньги, зарабатывать вам в банк. Но хороший врач никогда не останется голодным. Фактически вы ответили на последний вопрос, который задала медийна, комментарий. У врача нет и не должно быть денежного интереса. Медицинские вузы поступают по каким-то другим соображениям, не ради наживы. Есть масса других, более простых способов сколотить капитал. С одной стороны, я полностью согласна с точки зрения подхода. Мне, например, лично он очень близок. С другой стороны, если открыть, например, ваш сайт, то первое, на что мы натыкаемся, это стоимость операции. И она весьма велика. Серьезно? Да. Мне кажется, там просто сначала написано доктор Мельников. Да, да, там написано доктор Мельников, но вот если чуть-чуть пройти вниз... Дальше покопаться. Да, я это сделала. Слушайте, это по поводу своих цен я могу совершенно четко сказать, что это осознанно. Мы осознанно поднимаем цены по нескольким причинам. Первое, у нас очередь на консультацию, запись на консультацию была пять лет. Ну, то есть, с моей точки зрения, это идиотизм. Ждать пять лет консультации, это глупость. И в данном случае поднятие цены, это единственный способ определенным образом сегрегировать категорию пациентов, которым это реально нужно и которые просто хотят спросить. И тем самым дать возможность тем пациентам, которые хотят получить консультацию, на эту самую операцию попасть или консультацию. Что, когда речь идет о цене на операцию, я вам скажу так, технически, технически я как хирург, больше там четырех операций в день без потери качества делать просто физически не могу. И чем больше этих операций становится, тем, ну, ты начинаешь все превращается в гонку безумную. И в этой безумной гонке ты теряешь ту самую связь, о которой я говорю. Мне очень важно консультацию провести не формально, а поговорить с человеком, понять, какие мотивы. Это мое время. И мое время в данном случае стоит дорого. Мне очень важно на операции иметь тот самый творческий компонент и иметь возможность посадить пациента, никуда не спешить. Это тоже стоит дорого. И по мере того, как мы, собственно, увеличиваем объем количества операций, мы просто вынуждены это делать. Но при всем при этом я, например, для себя очень жестко оставляю на категорию бесплатных операций. То есть, если речь идет о деньгах, вот там условно, я оперирую шесть дней в неделю. У меня есть два дня, это понедельник и среда, когда мы делаем реконструктивные операции. Эти операции для меня бесплатные. То есть, я зарабатываю ноль на них. И я за это время с точки зрения маркетинга и зарабатывания денег мог бы сделать четыре платных операции и заработать существенно больше денег. Но я осознанно этого не делаю именно для того, чтобы держать вот этот баланс между эстетикой и красотой в увеличении чего-то и помощи людям, которые столкнулись с онкологией. Люди столкнулись не по своей воле. Люди столкнулись по стечению обстоятельств. Зачастую это люди неимущие, у которых нет денег и так далее. Я считаю, что это святая обязанность каждого пластического хирурга брать на себя вот эту часть реконструктивную. Ну иначе все это превращается просто в бизнес и наколачивание денег или еще что-то. Существует ли такая практика в вашей клинике? Да. Знаете, я раньше мне казалось это неприлично рассказывать про то, что девушки добрые дела. То есть я это нигде не выставляла, никогда не использовала это как пиар-ход, просто делаю-делаю. А потом как-то с коллегами разговорились, и они говорят, ты что, и вот это, и это, и это тоже ты делаешь? Я говорю, ну да, ну зачем об этом кричать-то? Ну делаем и делаем. Это конкретные манипуляции или это категория пациентов? Да, это манипуляции или категория пациентов. И у меня нет таких прям, знаете, там, дни. Но у нас есть определенная категория пациентов, которые мы принимаем, да, бесплатно. У нас есть, например, ну периодически коллаборации с нашими коллегами, ну, вот из такого есть отделение детское, отглежат очень тяжелые дети. И у этих детей, к сожалению, прогноз кларани неблагоприятный, и мамы этих детей очень, им очень тяжело, они очень страдают. И вот для вот такой разгрузки и помощи этим мамам мы тоже, например, берем этих мам, ну, просто, ну, хоть как-то им помочь. Что она увидела, что она женщина, она, да, у нее умирает дитя, но она женщина, ей надо продолжать жить, ей нужно какую-то такую мотивационную историю. Вот мы лечим тяжелых пациентов сак, мы лечим тяжелых пусажоговых пациентов тоже с нашими коллегами. Много чего делаем, привлекаем разные компании, там, работаем с благотворительными организациями. Но я ездила в Африку в прошлом году, работала с детками альбиносами, и мне казалось, что об этом надо молчать. Ну, то есть, делай добро и бросай воду. А пока я не поговорила с коллегами, они мне сказали, почему тебе нужно делать такие просветительские истории, то есть тебе нужно притягиваться условно на сторону света. Почему? Это просто преступление, что ты молчишь и делаешь натихаря. Я совершенно согласен. Ты должна как бы, я говорю, это как неприлично. А что неприлично? Людям помогать? В смысле неприлично? Нет, неприлично кричать об этом на каждом углу, что я помогаю людям. Подождите, если вы об этом на каждом углу кричите, да, но об этом рассказывать людям, чтобы они знали, что вы можете помочь. И они знают, кому надо. А знаешь, кому надо. Слушайте, это очень такой, опять же, столкнувшись с реконструкцией, к нам приходят пациенты и говорят, а что, можно было сделать реконструкцию? Говорят, да. Говорят, а нам онкологи наши говорят, что свят-свят вылечили онкологию и не надо. Конечно, мы вот опять говорим про образование пациента и про личный бренд, пиар и маркетинг, потому что зачастую такие вещи используются как средство, давайте уж будем откровенны, личного продвижения. Ну, вот как коллега пишет Елена, в Инстаграм сейчас шоумены и шоу-леди, люди считают их суперспециалистами, а по факту, если ты много работаешь и учишься, то на это нет времени, ну, видимо, на Инстаграм. ну, видимо, бывает по-разному, это один из каналов коммуникации, знаете, все есть белое, все есть черная сторона, мы должны здесь понимать, что это я потом на самом деле реконструктивные истории по поводу пиара с вами не соглашусь, потому что это пиар очень такой, очень специфический, вот как бы, что такое пиар сейчас в Инстаграме, идеальный пиар, пришла пациентка, условно, опять же, знаете, как кукушка свое болото, хватит, плоская девушка без груди, бам, и у нее красивая грудь, идеальный пиар, блеклое до, шикарное после, красиво снято, супер работает, в реконструктивной хирургии есть такие случаи, но реконструктивная хирургия, она тяжелее, сложнее, и там можно проколоться и получить осложнение, и у тебя твоя блестящая реконструкция, где-то там все натрубишь где-то, превращаются в муки ада, в попытке помочь человеку, и об этом тоже надо говорить, понимаете, я говорю о том, что и вообще, в целом, для меня, наверное, лейтмотив сегодняшнего эфира, он заключается в том, что мы, как врачи, должны очень четко понимать, что на нас, помимо нашей ремесленнической деятельности, лежит миссия образования людей и пациентов, в том числе, вы, как специалист, фантастический уровень, у которого есть доступ к информации на разных участках нашей планеты, я считаю, вы просто обязаны рассказывать обо всем, и пациенты должны это знать, мы обязаны это разжевывать, потому что таким образом мы создаем категорию людей, которые начинают смотреть чуть глубже, безусловно, не все, безусловно, но их становится все больше и больше, мы реально это увидели на примере конструкции груди, когда за 15 лет выросла категория пациентов, которые стимулируют рынок и стимулируют врачей, которые до этого не делали делать какие-то операции. Как вы находитесь на все время? Слушайте, у нас команда большущая, и на самом деле здесь единственный ответ, это команда, иметь людей, которые верят в то же, во что веришь ты, и которые стоят с тобой рука об руку и понимают, что в их практике должны быть, как я говорю, реконструктивный компонент. У нас, опять же, у нас в команде много врачей, но все так или иначе делают микрохирургию, сосудики шьют периодически, хотя им по большому что-то не нужно, может только он денег зарабатывает. То есть здесь вопрос именно вот этого. Но они же врачи, они же не продельные зарабатывают. Совершенно верно. И вот это то, чему мы учим людей, которые к нам приходят в ординатуру. Касаясь вот этих докторов, которые хотят грудь делать, как вы понимаете, они никуда дальше не двигаются. То есть я их, естественно, не беру и говорю, до свидания, идите сначала отрубите в онкологию. И как раз там наш разговор, наверное, должен нести какой-то посыл для тех, кто смотрит о том, что вся эта ситуация, гораздо более, вся эта история, конструкция, косметология, пластическая хирургия, она гораздо сложнее, интереснее и многограннее, чем принято воспринимать окружающим центром. И там очень много медицины и творчества. Конечно. Конечно. Коллеги, я вас благодарю за эфир. Спасибо. Мне кажется, он был интереснейший. Я согласна с теми, кто писал нам, благодарности, говорили, как это было здорово и интересно в процессе. Большущее вам спасибо. Вам спасибо огромное. Спасибо, что вы смогли прийти. Я надеюсь, это будет не последний раз. Коллеги, спасибо огромное за вопросы. Мы на этом прощаемся. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok